Сезарь Франк Знаменитый композитор-импрессионист Клод Дебюсси, ученик Сезара Франка, вспоминал, это человек, который был несчастным, непризнанным, обладал детской душой, настолько неистребимо добрый, что он мог созерцать всегда, без горечи, недоброжелательность людей и противоречивость событий. Отец Франка принадлежал к старому роду придворных фламандских живописцев. Он рано заметил незаурядное дарование сына и организовывал коммерческие концертные выступления маленького фундеркинда в Лиеже. В 1835 году 13-летний пианист получает признание в Париже, музыкальной столице Европы того времени. Он продолжает свое музыкальное образование в Парижской консерватории. Однако более близкой оказывается для Франка композиторское призвание, из-за чего происходят постоянные конфликты с отцом, который видит в своем сыне только исполнителя. Наконец, в 1848 году, в 26 лет, Франк окончательно отказывается от концертной деятельности ради композиторского творчества. И в этом же году Франк соединяет свою жизнь с дочерью актеров театра французской комедии Фелисите де Муссо. И вот представьте себе свадебный кортеж, двигающийся по Парижу. Революция 1848 года, кругом баррикады, обстрелы. А у Франка венчание. Новобрачные и гости вынуждены перебираться через баррикады в буквальном смысле. И, кстати, парижские повстанцы им в этом помогали. Спустя несколько лет в одной из парижских газет появляется объявление. Господин Сезар Франк возобновляет частные уроки. Фортепиано, теоретическая и практическая гармония, контрапункт и фуга. Ответственен, точен, спокойно суров и благороден был Франк в своей работе. Образ жизни Франка был неизменен в течение десятилетий. Подъем в половине пятого утра. Два часа работы для себя, как называл он сочинение. В семь утра он уже отправляется на уроки, возвращаясь домой лишь к ужину. И если в этот день к нему не приходили ученики консерватории, у него оставалось еще пара часов на доработку собственных сочинений. Это была работа не ради денег, но ради верности себе, делу своей жизни, своему призванию. Франк не мог позволить себе отказаться от ежедневной многочасовой изнуряющей работы учителя до конца своих дней. С утра до вечера он ходил по городу от одного ученика к другому. Однажды по дороге он получил травму от проезжающего амнибуса. И травма эта впоследствии стала причиной его смерти. Однако жизненные невзгоды не нарушали наивного оптимизма и доброжелательности композитора. Он находил, что ходьба на уроке полезна для здоровья. И умел получать удовольствие даже от посредственного исполнения своих сочинений, нередко принимая равнодушие публики за радушный прием. Признание композиторского творчества пришло к Франку поздно. Первый успех ему довелось испытать, первый настоящий успех ему довелось испытать лишь в 68 лет. Мировое же признание его музыка, как водится, заслужила после смерти своего творца. Великолепное композиторское мастерство Франка вполне проявилось в его импровизациях на органе, в этом почти забытом со времен Иоганна Себастьяна Баха жанре. До конца своих дней Франк два-три раза в неделю выполнял обязанности органиста в соборе Святой Клотильды в Париже. Он приходил туда, чтобы возжечь пламя своих гениальных импровизаций, зачастую более ценных, нежели многие старательно обработанные образцы. И мы, пишут прихожане, забывали обо всем на свете, созерцая напряженно внимательный профиль и в особенности мощный лоб, вокруг которого как бы велись вдохновенные мелодии и изысканные гармонии, отраженные пилястрами собора. Наполняя его, они затем терялись вверху в его сводах. Конец цитаты. Однажды импровизацией Франка услышал Ференс Лист, один из главных музыкальных авторитетов Европы того времени. Лист вышел из церкви, как вспоминал ученик Франка, искренне взволнованный и восхищенный, произнося имя Баха, сопоставление с которым само собой напрашивалось. Этим поэмом предназначено стоять рядом с шедеврами Себастьяна Баха. Это слова Листа. Пьеса «Кантабили» является второй из пьес органного триптиха. Три пьесы для большого органа были написаны в 1878 году. «Кантабили» – спокойная и исполненная лирической созерцательностью пьеса. Плавная, нежная мелодия кажется бесконечной и сопровождается сложной гармонией с хроматическими модуляциями, столь характерными для зрелого стиля. Сезара Франка «Кантабили» – спокойная и исполненная лирическая созерцательность пьеса. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok